«Ну, ты стерва вообще! Ты что творишь? Ты что себе вообще позволяешь?» Моя дорогая зрительница, это я обращаюсь, конечно, не к тебе и уж тем более я не обращаюсь к своему зрителю-мужчине. Так недавно ко мне обратился мой давний приятель, когда увидел меня на улице после публикации моего нашумевшего ролика о том, для чего женщине нужен мужчина. И я настолько была обескуражена его реакцией и еще больше была обескуражена не только тем, что он так эмоционально реагировал на меня, сколько я поймала себя на мысли, что он меня называет стервой и он вроде как агрессивно на меня наезжает, а я при этом чувствую себя королевой. У меня такая крона над головой, я такая стерва, а что я не стерва? Имею право! И вот тогда мы с ним пикировались, но я не успела ему рассказать о том, почему же слово «стерва» не такое однозначное в лексиконе мужчин и женщин. Для начала мне бы хотелось, пока я рассказываю все, что я хочу тебе рассказать, а ты, пожалуйста, напиши в комментариях под этим видео, как ты реагируешь, если меня сейчас смотрят девочки, девушки, женщины. Напишите мне, пожалуйста, девчонки, как вы воспринимаете слово «стерва» по отношению к вам? Что для вас это? Корона на голове, какой-то нимб, медаль на женскую грудь, орден какой-то или, наоборот, это оскорбительное? Мне бы хотелось узнать, а мужчины, когда называют женщину стервой, это что, комплимент или как? В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о том, почему мужчины так любят и ненавидят стерв и главным образом мы выясним, как же стервы разводят мужчин. Прежде всего я хочу сказать, что с недавнего времени, уже лет 15 назад, появилась такая лженаука или такое направление в женских практиках, которая называется «стервология». Это очень удивительно, но у стервологии есть буквально два апологета, два главных автора, один из них – женщина, другой – мужчина. Я не буду называть их имена, их можно найти, если погуглите. После того, как эта наука всколыхнула все женское сообщество не только в России, но и за рубежом, за рубежом тоже, кстати, есть авторы, которые рассказывают о том, как стать стервой, книг огромное количество. Авторы эти книги плодят, если вы придете в книжный магазин, там школа стервы, там огромное количество на полках занимают эти книги, что говорит о том, что учение стервы возможно не вечно, но оно ценно. Поэтому первое, что я хотела бы донести до мужчин, мои дорогие, когда вы видите стерв, это означает, что, возможно, эта женщина просто прочитала очень много книг, прошла какие-то специальные курсы, где ее обучили вот такому поведению. Это некая модель поведения, она неестественная для этой женщины, но она научилась так себя вести, так себя позиционировать, так транслировать информацию в окружающем пространстве, что это имеет вот такой спецэффект. Так вот, могут быть женщины природные стервы, которые ничего не знают о стервологии, но, тем не менее, вот так себя ведут. И сейчас я хочу вам, ребят, рассказать о том, что же происходит, кто такая стерва и тогда станет понятно, где вот этот секрет стервы, как она вот так на щелчку уделывает мужиков. Начну я с того, что расскажу историю о том, как работает стерва, как она взаимодействует с мужчиной. Ребята, вы не дадите соврать, если вы были когда-нибудь влюблены в стерв или когда-нибудь вам счастливилось и не счастливилось одновременно мутить роман со стервой, то вы наверняка знаете, что у стервы есть три основных признака. Первый признак стервы – это очень яркие знаки, поведенческие сигналы, но не только поведенческие, это еще и внешние атрибутика. Атрибутика стервы очень важна и поэтому, когда женщин обучают на тренингах стервозности и стервологии, им объясняют, как она должна выглядеть. Поэтому стерва демонстрирует миру сигналы, призывающие к сближению. Что это такое? Это яркая помада. Даже на обложках книг по стервологии очень часто изображают женщины, у нее яркая помада, у нее чулки, у нее какое-то эротическое белье, у нее очень дорогое всегда белье, она ухоженная, она холеная, у нее идеальный маникюр, педикюр. В общем, она такая холеная, сделанная, хорошо сделанная самка. В хорошем смысле самка, это вот первое и это призыв именно ладом. У нее были, например, очки в красивой оправе, у нее была записная книжечка или книжечка стихов Бальмонта, постоянно с ней. Нет, она не демонстрирует сигналы духовности, она именно сигналы откровенной сексуальности, но при этом такая сексуальность очень манкая для мужчин, потому, что она не продажная и она не проститутская, женщина не выглядит как шлюха. Но если даже как шлюха, то там запредельно дорогая такая рафинированная женщина эскорта президента, например, что-то очень дорогое, весьма привлекательное и во что вложено очень много денег, потому, что стерва – это то, что очень качественно сделано во всех смыслах. Итак, сигналы, призывы к сближению и мужчина ловит эти сигналы, эти помады, эти декольте, эти попки, эти ножки, эти шпильки и он начинает, как заклинатель змей по имени стерва, начинает свою токсическую практику, а мужчина сразу за ней, он теряет башку сразу, он идет за ней, ползет на карачках, на край света, чтобы сблизиться с ней, потому, что она приманивает, она манкая. Второй момент открывается сразу же, как только мужчина начинает приближаться к стерве, это, видимо, у меня симптом агрессии по отношению к стервам и начинается звериный рык у меня. Расскажу, почему. Сейчас поймете, почему у меня столько агрессии по отношению к стервам. Так вот, второй симптом стервы – это после сближения и когда мужчина притягивается на эти все атрибуты, он вдруг начинает понимать, что это женщина его мечты, потому, что стерва образована, она очень хорошо знает, как общаться с мужчиной, она прекрасный друг и очень часто женатые мужики на это покупаются, потому, что жена в кастрюлях, пеленках, памперсах, она вся пропахла материнским молоком и какашками, и от нее уже самка не пахнет, а стерва подчеркнуто это делает, потому, что это прямо в учебнике стервологии прописано, на курсах это прописывает, что стерва, во-первых, не сторонница детей вообще, то есть, женщины-стервы, они, как правило, либо у них дети на попечении их мам или каких-то там, не знаю, других родственников, мам, пап, сестер, она такая, хотя бы внешне, но она позиционирует себя как свободная женщина, хотя у нее могут быть при этом даже дети, и при этом она такая совершенно свободная, то есть, детей мне не надо, я детей не люблю и вообще это все это пеленки, шмеленки, она играет полную противоположность вашей жене и поэтому создает такой притягательный контраст. Так вот, я сейчас сосредоточусь на том, что женщина-друг. В лекциях по стервологии женщин учит изучать мужчину, почему она не сразу сближается, она сначала узнает, кто ты, начинает узнавать, чем ты интересуешься и сама изучать сферу твоего интереса. То есть, женщинам рекомендуется, если мужчина увлекается шахматами, нужно идеально быть прекрасным игроком в шахматы. Если он занимается гольфом, нужно изучить эту игру и знать это все досконально. Таким образом, она погружается глубоко во все, что ты любишь и знаешь. Она знает, какую музыку ты любишь и она начинает делать вид. Любишь Алан Парсонс Проджект, Манфред Мэн Оркестра, она узнает такие имена, которые мало кто знает, но ты это знаешь и она начинает делать вид, как будто она любит то же самое, что ты. И ты говоришь «Боже мой, мы же с ней практически одно целое, мы с ней едины, едины, это женщина моей мечты, это моя вторая половинка, вот она, я о ней мечтал». Ребята, снимите макароны со своих ушей. Это женщина, которая просчитала эту шахматную партию, она сделала вас просто, она узнает все ваши слабые места, она узнает, что вам нравится, что не нравится и она попадает точно в цель. Иногда она это делает интуитивно, потому, что многие женщины реально такие. Я сейчас чуть позже расскажу, почему так получается, почему она это делает и как вы попадаетесь в эти ловушки, чтобы вы не пропустили этот тонкий момент, когда ловушка за вами захлопывается, чтобы вы потом не ранились об эту стерву, потому, что стерва доставляет очень много боли. Сейчас расскажу почему. Так вот, она дает сигналы внешне к сближению, она дает сигналы эмоционально к сближению и она создает мужчине полный комфорт, а дальше начинается вообще полный пиздец, потому, что она еще оказывается охренительной хозяйкой. Когда мужчина, это третий этап, уже мужчина потом попадает к ней в дом и оказывается, что у нее в доме все, вообще порядок идеальный. У тебя там грязные памперсы валяются с какашками на полу, у тебя там дети рисуют чертей на занавесках, на обоих, где угодно, а у нее красавица такая лапочка. Как она готовит, Боже мой! Она еще узнает, что ты любишь, и она научится готовить твое блюдо любимое так, что у тебя будет сносить просто крышу и таким образом получается, что ты просто попадаешь в эти сладкие сети, в этот медок, ты залипаешь в этом меду, потому, что понимаешь, что все, это оно, наконец-то сейчас станешь счастливым мужиком, потому, что она закрывает все твои потребности. Потребность в сексе, потому, что она это делает изумительно, как никто не делает. Потребность в эмоциональном общении, как никто она не делает и к тому же она еще тебе уют обеспечивает. Все, у тебя кукухи улетают полностью и ты понимаешь, что нужно со своей дурой женой что-то делать, как-то ей объяснять, чтобы она пошла со своими всеми детьми недоумками и чтобы освободила тебе пространство для любви с этой прекрасной женщиной. А дальше начинается самое интересное. Дальше обнаруживается, что эта прекрасная стерва обладает самым ценным качеством для мужиков. Вот, мужики, скажите, какое самое ценное качество? Она не липнет к вам, вообще, то есть, она не залипает. Есть ты, спасибо, мой дорогой, что ты сегодня рядом, пропал ты на неделю, да и хер с тобой на самом деле. Она даже может и не позвонить, и не спросить чего, и ты такой думаешь, что это тебя бесит больше всего, потому, что ты же привык, что она там, ну, где ты, с кем ты, что тебе там, а сколько ты придешь домой, а вот эта курица. А это вообще никуда хочет. Она такой соловей прекрасный, она такая свободная птица счастья такая, она летает, где-то голубая птица, вот эта синяя. И она там, позвонил ты, спасибо, не позвонил, да и хрен с тобой. И это тебя вообще выносит мозг, а ты не понимаешь, блин, какая очувиха крутая, просто реально. Она очень самостоятельная, она даже не просит подарков, это там «най колечко, шмалечко, шубку мою», а этой вообще ничего не надо. И поэтому у тебя возникает такое рьяное желание ей что-то дарить, потому, что она ничего не просит, и ты ее трахаешь, как угорелая, потому, что она не разводит тебя на секс, и ты ей даришь подарки охерительные, которые ты даже жене не можешь подарить, ты там вообще собираешь по карманам последние свои миллионы и даришь ей какие-нибудь охерительные, какие-нибудь там колья, мулья, шмулья, потому, что ты знаешь, что, блин, такая она вообще. Но, ребята, она вас так разводит. Она не просит подарков, потому, что она манипулирует, потому, что она знает, что все эти минеты и пончики с помпушками – это то, за что ты потом захочешь заплатить. И ты сам это сделаешь даже, когда она не просит на тебя. Так вот, самое главное качество стервы – это то, что она не залипает на тебе, она не просит жениться, она не просит оставить жену, ей на хрен не нужны твои дети. она вообще не хочет детей и ты понимаешь, что именно этого тебе хочется, потому, что чего тебе хочется? Тебе хочется быть при бабе и свободным и ты при бабе пошел на футбол, а она говорит «Да ладно, мой хороший, пойдем вместе, я с тобой с удовольствием хожу, курочка моя, не надо, не надо, занимайся своими, сходи к маникюр, сходи на массажик, сходи на фитнес, я с мужиками пойду в баню, я побухаю». «Иди, мой родной, побухай с мужиками», – говорит тебе стерва. И ты говоришь «Неужто такое возможно, такого не бывает? Что? Я не сплю? Ущипните меня за нос! Это правда бывает!» Да, да, мой дорогой, такое бывает, когда стерва хочет тебя развести. А вот сейчас я расскажу, как стерва разводит тебя. Итак, как стерва разводит мужиков. Для того, чтобы понять, как она их разводит, нужно погрузиться в прошлые стервы, как она такой стервой стала. И вот если ты почитаешь книжечки про истории стерв, то особенно ранние, потому, что сейчас стерва уже не очень сильно рассказывает, как она дошла до жизни такой. А вот старые книги по стервологию, особенно одна есть авторитесса, она очень подробно и очень откровенно рассказывает о том, как она пришла к этому состоянию. А состояние следующее – она была старой, юной, серой мышью, никому нахрен не нужной, она была замарашка, золушка среди своих прекрасных подруг, на нее никто не обращал внимания, она была вообще просто в воздух, мужчины ее не видели. Но однажды она влюбилась в совершенно потрясающего мужчину. Например, все стервы проходят такую историю, так или иначе. Вот она влюбилась, но при этом она была девочкой-отличницей, это такая пятерышница, такая мамина дочка, еще очень важный момент, что, как правило, мамы гнобят таких девочек. Мамы все время говорят, что ты серая мышь, ты должна учиться, ты, сука, ничего не стоишь. И она такая зачморенная-зачморенная серая мышь, а влюбилась. И она понимает, что у нее проснулось, сердечко ее открылось, и она пережила первое чувство любви. А дальше у любой стервы, которая зачморенная, которая серая мышь, происходит та или иная трагедия. А может произойти та трагедия, что она вступила в отношения и, кстати, у автора стервологии так и было, что она приблизилась к этому молодому человеку, в который она была влюблена, но тут пришла ее подруга и отбила этого парня, потому, что подруга была априори, потому, что это серая драная мышь, а подруга чуть-чуть, но получше, и он из двух золов выбирает менее злое, менее серое. Но это вот такие разочарования, травмы, отвержения могут быть разные. Я уточню, почему я сейчас потребила термин травма отвержения. Потому, что с точки зрения психотерапии стерва – это явление, которое происходит на основе психоэмоциональной травмы. Это травма психологического отвержения. Во-первых, ее постоянно отвергает мама, с мамой никогда не бывают близости, с мамой бывают контры у таких женщин. Мама не ласковая, мама не заботилась о ней, у мамы может быть второй муж при этом или у мамы есть второй муж и второй ребенок от второго брака и ей не очень до старшей дочки. В общем, все время она оказывается отвергнутой. Мало того, что она была отвергнута дома, в родительской семье, но еще эта травма. А так всегда бывает, что, когда тебя в родительской семье отвергают, то ты выбираешь все время таких мужчин, которые тебя отвергают тоже. И поэтому, когда она выбирает мальчика, в котором она влюбляется, она выбирает мальчика, который наверняка ее отвергнет, выберет более красивую подругу или просто ее потом кинет, или наврет что-нибудь, или исчезнет. Все истории стерв начинаются с того, что ее отвергали дома, а потом ей отверг мужчину, в которого она была влюблена или полюбила. И тогда стерва дает обещание, чтобы я еще вот так открыла свое сердце, да чтобы я вот так еще влюбилась в кого-то, да ни хрена, вот вам всем. Фак-офф. И что начинается? Она говорит, что я клянусь, у стервы никогда нет настоящих подруг. Обратите на это внимание. Она такая сама лидер или она окружает себя серыми мышами. Это такая месть. Когда-то я была сама серой мышью, но сейчас я всем, сука, отомщу и вы сами будете, сука, серой мыши рядом со мной, а я буду королевой и я буду гнобить вас. И потом, сука, я буду отбивать ваших мужей, я буду отбивать ваших любимых мужчин, я буду гробить ваши семьи, но зато вы потом, вы получите у меня за все мои страдания, за все мои детские слезки. Отольются кошки-мышкины слезки это называется. Так вот, подруг у нее нет, сама она либо интуитивно это сделала, либо начитала из книжек, но она сделала все, чтобы стать вот этой шикарной женщиной. Чулки, шмулки, декольте и все прочее, тюнинг она сделала для того, чтобы дать всем фору вперед. Что начинается дальше? А дальше уже понимаете, к чему я сейчас приведу, почему же так ненавидеть? Потому, что она сначала приближает к себе мужчину, она приближает, потом в процессе общения оказывается, что она дает мужчине вот это ощущение, что он любимый, нужный, важный, интересный и он при этом свободен. И вот тут это самая главная роковая фишка стервы, которая позволяет ей манипулировать мужчинами, манипулировать их чувствами. Она мстит мужчинам за свои детские обиды, то есть, я-то любила, а ты меня не полюбил, обращается она ко всем мужчинам в лице одного. Вот этот мужчина, который ее когда-то бросил, она будет теперь мстить всем за то, что с ней случилось. Причем она иногда делает это бессознательно, если ты будешь говорить ей, что ты мстишь за твоего Ваню, который тебя кинул, а она скажет, что дуба рухнул, какой Ваня, у меня вообще ничего не было, у меня всегда все зашибись, отлично. Она может этого просто не знать, не осознавать, не понимать, но, в принципе, механизм такой. И дальше что получается? Дальше она приближает себя к себе, ты такой прекрасный, обласканный, все у тебя хорошо, минет-шминет, шмампушки-шмампушки. Она же нормальная женщина, у которой есть чувства, просто она запрещает себя любить и мстит всем мужчинам за свои обиды. А дальше эта серая мышка превращается в волчицу. То есть, стерва – это волчица, которая играет со своей жертвой, а потом херак и перекусывает шею, кровь, кишки. Что она делает с мужиками? Как только стерва начинает понимать, что она все-таки простая женщина, но нормальная женщина, здоровая, которая хочет чувствовать, хочет иметь близость, хочет иметь нежность, а не может, она же поклялась, что она этого не будет делать, потому, что это мясть, мясть. Так вот, как только стерва начинает чувствовать, что она влюбляется, она до усрачки перепугивается и начинает давать задний. То есть, нет, конечно, дает сначала задний, а потом дает обратный ход. Так вот, на самом деле, самое крутое кидалово стерва, что она доводит тебя до состояния, когда у тебя кукухи уже улетают и ты понимаешь, что ты хочешь остаться с этой женщиной навек и ты понимаешь, что ты вступаешь в отношения, вы приближаетесь, приближаетесь, приближаетесь и вот, казалось бы, сейчас ты уже можешь развестись со своей женой, но тут она – хоба! И ее нет. И где она? Отключила телефон, она уехала, она переехала в другую страну, ты не знаешь вообще, где она. Она просто катапультировалась из твоей жизни, ее нет. Или, например, она есть, но она говорит «Все, мой дорогой, мы с тобой расстались, это мне неинтересно, надоело, пошел вон». Но она делает это не потому, что правда пошел вон, а потому, что она правда начинает любить, в ней просыпается вот это начало женское, настоящее живое начало, которое она подавила. И это та самая травма отвержения. Стерва не может органически ничего делать другого, кроме как отвергать, потому, что ее когда-то отвергали и даже не потому, что она решила, что «теперь я всех буду отвергать», а потому, что у нее есть этот страх с детства, потому, что она думает, что как только она сблизится, ее рано или поздно кинут и она будет страдать, и опять ее сердечко будет кровоточить, и у нее и так старая ранка не зажила, она уже больше этого не переживет. Поэтому, как только она начинает приближаться и чувствовать любовь, так она начинает такой непереносимый страх ощущать, который лучше расстаться, чем остаться. И тогда она кидает мужика в самом ярком, на пике отношений, на пике любви, на пике страсти, на пике близости эмоциональной, на пике духовного сближения, на пике. Казалось бы, все только начинается, а она мужика кидает. И так будет со стервой всегда, потому, что стерва всегда останется серой мышкой, которая нашпигована какими-то знаниями, информацией, которая сделала себе тюнинг. Снаружи она очень раздутая, дутая волчица, а внутри она так остается зачморенной серой мышью, которая боится мужиков, боится сблизиться и боится сильных переживаний. Ей все время кажется, что она такая ничтожная, что ее все равно сотрут в порошок и ее все равно кинут. Этот страх так никогда у нее из крови не выходит. И в этом большая беда, поэтому стерва достойна сожаления, сочувствия, сострадания, потому, что это большая раненая женская душа, очень чувствительная, очень нежная, очень открытая, по сути, женская душа, которая не готова к близости с мужчинами, потому, что она не верит мужчинам. И Бог знает, что нужно сделать такого, чтобы она, наконец, доверилась. Это иногда возможно. Мы никогда не делаем обобщение и я была бы плохим блогером, если бы говорила «всегда так, а вот так никогда». Это все бред собачий, просто если есть феномен стервы, если женщина ведет себя как стерва, то все-таки большая вероятность, что она в этих отношениях застревает, в отношениях стервозности, она доводит мужиков до пика и кидает их потом. Вот так она разводит мужчин, ранит их сердце, потому, что рана, отвержение эмоциональное, причинение страданий – это все, что она знала сама в жизни и, к сожалению, ничего больше познать она не может. Но это и счастье стервы, и несчастье ее, и гордость ее, потому, что каждый из мужчин – это как звездочка на истребителе, когда подбивали фашистские самолеты во время Второй мировой войны, наши летчики ставили звездочки себе на борт самолета. То же самое делает стерва. Каждый мужчина выбирает прекрасных мужчин. Если ты попался стерве, то сделай большой комплимент себе, значит, ты крутой чувак, потому, что стерва выбирает очень ценный приз, потому, что ей интересно играть только с такой же личностью, такой же персоной, как она сама. И вы чем-то похожи всегда, потому, что ты, возможно, когда-то чувствовал себя неуверенно, когда-то был зачморенным серым мышонком, потом стал прекрасным сказочным принцем для нее и ваши пути чем-то похожи, потому, что именно поэтому вы так сближаетесь, именно поэтому вы так находите друг друга. Я буду очень признательна вам, если вы напишите в комментариях под этим видео, что вы думаете, приходилось ли вам встречать стерв, ранили ли стервы ваше сердце, дорогие мои друзья. Девочки, что вы думаете о стервологии, приходилось ли вам читать книжки про стерв? На самом деле я читала эти книжки, честно признаюсь, потому, что мне было просто интересно и был такой этап в моей жизни, когда мне правда хотелось после тяжелого расставания с любимым мужчиной, мне тоже хотелось кровавой мести, но потом поняла, что либо я здоровый на голову, либо я выстраиваю здоровые отношения с полной близостью и с долгосрочными отношениями, либо я перестаю бояться. Мне очень нравится это грубое слово «ссыковать», но оно очень яркое, правда, и либо ты ссыкуешь, либо ты любишь, и другого не дано. Так что, мои дорогие, сближайтесь эмоционально, не бойтесь близости, даже если кто-то вас кидает, это можно пережить, взрослый человек в состоянии это пережить. Это не может пережить только маленькая стерва, которая так навсегда и останется маленькой, серой, зачморенной мышью. Ну и до встречи в следующих роликах, в следующих видео. С любовью к вам, ваша Лиза Питеркина.